Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. Подошли фарисеи и спросили Иисуса, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал того человек, да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей женщиной на другой, тот прелюбодействует от нее. А если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Такие евангельские строки сегодня мы с вами слышим. Сегодня мы с вами слышим слова Господа о том, что касается очень многих и многих нашей современной жизни. Что вообще вся история человечества наполнена вот этим вопросом. Как жить в семье? Как жить мужу с женой? Как должны складываться эти отношения? Что там важно? Что возможно, а что невозможно? Несомненно, этот вопрос волновал также и иудеев. Идеев, хотя, казалось бы, им даны законы, им даны правила особой жизни, даны заповеди. Казалось бы, это все вроде бы понятно, все открыто вам тоже. Ладно, народоязыческие. Там пребывают во тьме безбожие, от этого живут в пороках. Но вы там можете свою жизнь правильно выстроить? Но, как показывает здесь даже сам вопрос, что подходит фарисеи, спрашивая Христа, видимо, неясно было это им. Сомневались они в правильствах решений. Хоть здесь фарисеи пытаются Господа искушать. Причем ведь как искушать? Им хотелось здесь подловить на слове, и скорее всего, любой бы ответ Спасителя их бы удовлетворил, дабы обвинить его же потом перед людьми. Если бы Господь бы сказал, что нет, разводиться нельзя, так вот, и на этом закончил бы свои слова, то сказали, ну вот вроде бы, мало ли что, ты говоришь, вот Моисей нам позволил. Если бы Господь сказал, что да, конечно, разводиться можно, то тогда бы могли опять же вспомнить то, о чем и Господь вспомнил. Что, а как же вроде бы вот в раю, как был Адам, Ева, не было ведь больше вроде бы там никого, чтобы он мог в семье своей что-то изменять. Но вот Спаситель им на их вопрос отвечает также вопросом, что вот скажите сами, что Моисей заповедовал. То есть вот вы ссылаете здесь на закон постоянно, вы себя считаете учениками прока Моисея, ответьте. И они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо, разводиться. Что, то есть, Моисей будто бы подчеркнул самая главная необходимость законности расторжения брака. Что, то есть, нельзя вот просто так уйти, да, там, дверью хлопнуть и пошел там жить где-то с другой. Что вроде нельзя. Но если вот по закону все сделать, что вроде бы тогда можно. Да потом ведь опять же, если женщина вот так от мужа уйдет, причем вот тоже закон здесь он вовсе неравные права давал. Что, то есть, мужчина ушедшая от жены, он так рассматривался, а женщина, ушедшая от мужа, гораздо-гораздо строже рассматривалась. Что, так вот и получается, мол, если она уйдет от мужа своего, или он ее оставит, она потом с кем-то сойдется и начнет жить с ним, по закону, как блудницу нужно будет вообще убить камнями до смерти, закидать. Насколько вот все было строго. Чего так строго было? Хотя бы страхом людей удержать от каких-то ошибочных поступков. А Спаситель сказал, что Моисей вот такую заповедь вам дал не потому, что так надо, не потому, что в этом есть воля Божия, а снисходя к вашему жестокосердию. Вот здесь вот под жестокосердием подразвивается несколько моментов. В первую очередь историки, да, и толкователи, в общем-то, говорят о той, даже вот слово-то не подобрать, то, что суровости, строгости и идея в отношении вот таких вот семейных дел действительно порой жестокости и даже нечеловечности. Женщина чаще всего рассматривалась как существо какого-то такого второго порядка, более низкое, более что ли ущербное, подчиненное. Это сохранилось и по сей день среди исламских народов. Да нет, нет, да и у нас-то может где-то выскользнуть. И вот женщины обижали, били, издевались над ними. Да, убивать вроде бы нельзя, но до полсмерти избить вроде как бы от чего такого-то. Муж поучил жену свою. Что-то удивительного. Вроде имеет право. А если она была нелюбима мужем, ненавистна ему, не нравилась ему, так совершенно не было никаких законов, которые бы могли ее защитить. И вот Моисей, понимая это, еще из-за этого разрешил, что если вы совсем уж не можете жить, если у вас дело доходит до смерти, убийства, уж оставьте вы друг друга. Оставьте, ну хотя бы, чтобы живыми остаться. Это одна из сторон разрешения Моисея. А есть и другая сторона. Но Господь вот дальше, в общем-то, об этом и говорит, что Бог мужчину и женщину сотворил, и что? То есть Бог соединяет людей, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Но всегда ли такое бывает? Всегда ли соединение двух людей — это из исполнения воли Божией? Вот в плане той воли, которую они искали и нашли. Редкий брак, редкий, может, это современная жизнь, может, вообще-то всегда такое было. Бывает вот с этой точки зрения осознанной, когда действительно и он, и она ищут воли Божией, да, они берегут себя друг для друга, хранят свое целомудрие и телесное, и сердечное, молятся Богу, да, так вот с трепетом ожидают исполнения и проявления воли Божьей на них. И потом действительно встречаются друг с другом, и происходит вот удивительное же соединение двух существ в одно, это сочетание. Когда действительно люди как две половинки соединяются, потому что они подготовили себя для этого. Они не растеряли себя, не растеряли свои чувства, свою любовь где-то на стороне, свое внимание, свою жертвенность друг от друга. Они вот сохранили. И вот тогда вот сохранивши, они друга встретив, они действительно уже соединяются раз навсегда. И вот тогда их соединение, оно является той жизнью, которая начинается, что вот тут единение произошло. Действительно, вот эту жизнь, ее противоестественно разрывать, невозможно разорвать. То есть действительно вот если такое есть, вот как это и было вот оно в раю, Адам с Еврой, это был действительно союз любви. Это видно в христианских браках. Это можно увидеть, например, святых семей. И вот именно вот такое вот оно единение, такая вот любовь настоящая. Конечно, когда такое есть, то о каком разводе вообще может идти речь? Но вот когда такого не было, когда было жестокосердие, тогда семейная жизнь зачастую превращается в какую-то муку, что для того, что для другого. Хотя, конечно же, и здесь, здесь очень много о чем стоит и задуматься, прежде чем как-то вот что-то решать и даже рассуждать об этом. Потому что, знаете, каждая семья в том плане, она уникальна. Вот, ну вот так вот мы должны понимать, что семья — это ведь не просто так, что живут люди для удобства. Нет, это для того, чтобы пред Богом быть вместе, выполнять волю Божию, чтобы в итоге спасаться. В доме ученики его опять спросили о том же. Уже, да, внимательно, то есть не искушая, что, то есть, да, вот, Господи, как же, вот такая вот ситуация, что столько разводов вокруг, а ты вот говоришь, что вот должно вот так-то быть, что как же быть, как вообще людей учить потом? И он сказал им, кто разведет женой своей женщиной на другой, тот прелюбились от нее. То есть, когда человек действительно соединенный Богом вот в эту единую плоть, рвет вот эту жизнь, конечно же, он умирает, он грешит, он изменяет и в сердце, и в теле, да, своей половине, вот и все семья распадается. То есть, как бы там, какие бы законы вас ни разводили пред Богом, если вы являетесь одним целым, вы должны быть вместе. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует, ну, тот же самый смысл. Это ставит мужа, будучи соединена с ним Богом, уходит от него, какие бы она документы на руках ни имела. Она имеет, действительно, уже пред Богом вот эту вину прелюбодеяния. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, дорогие наши братья и сестры. Читали мы Евангелие от Марка, главу 10, со 2 по 12 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!